Послание к евреям, 3 глава, 14 стих. Мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твёрдо сохраним до конца. Сегодня я размышляю над первым посланием Коринфяна, глава 10 и Псалмом 35. 10 глава 1 Коринфяна, я бы назвала её отрезвляющая глава, по крайней мере, прочитав её, я и вспомнила этот стих, что мы сделались причастниками Христу, если только. Если только свою начатую жизнь мы завершим благополучно. И я как-то поднапряглась. Думаю, Господи, я не способна сама на такой подвиг. И мне кажется, вот для этого и написана 10 глава, которая поначалу кажется очень такой жёсткой и даже сеющей какие-то сомнения в том, спасёмся ли мы вообще. На самом деле это не так. И если читать её чистым сердцем, то она способна очень укрепить нас в вере. Павел напоминает здесь об израильтянах, которые когда-то вышли из Египта, где их угнетали египтяне тяжёлыми работами и направились под предводительство Моисея в Ханаан, в землю обетованную. И Павел показывает причину того, почему они всё-таки не дошли во своей основной массе. Выйдя из Египта, израильтяне видели множество Божьих чудес. Идя по пустыне, они были снабжены Богом абсолютно всем. И самое главное, Его личным присутствием. Они ежедневно видели столб огненный, столб облачный. То есть они просто зримо, своими плоскими глазами, видели присутствие Божье. Своей жизни, в каждом дне своей жизни. Они получали пищу, на которой они не зарабатывали деньги, которая падала прямо с неба. И это была прекрасная пища, манна. Это были лепёшки с мёдом и с маслом. Самая прекрасная для жаркой пустыни еда. Они получали воду в этой жаркой пустыне, где воду найти практически невозможно. Получали в нужное время. У них не ветшала обувь на ногах. Им не надо было заботиться об одежде своей. Удивительное Божье обеспечение. Удивительная Божья любовь, которая проявлялась в практических таких делах к ним. И почему же они всё-таки не дошли? Посланник Евреям, 3 главе, в конце, там написано, что мы видим, что они не могли войти за неверие. Казалось бы, как же так? Из Египта вышли верующие люди. Притом их вера укрепилась видением Божьих чудес и вот этим всем Божьим обеспечением. Как эта вера могла исчезнуть? Куда она делась? Почему в итоге они оказались духовными банкротами? Дело в том, что они по ходу движения по этой пустыне начали сосредотачиваться не о том прекрасном, что совершил с ними и совершал, продолжал совершать с ними Господь, а о тех мнимых благах они начали вспоминать, которые они якобы имели в Египте. Они начали вспоминать, что они сидели там за котлами с мясом, что там им не надо было ежедневно передвигаться куда-то день за днём. Они совершенно забыли, как угнетали их египтяне, как заставляли их тяжко работать и делали это жестокостью. Они забывали о том, как умирали их мальчики-первенцы, которых египетский фараон повелевал уничтожать. И в книге «Исход» в первой главе написано, что сыны Израилевы в то время стинали и вопияли к Богу. Вот обо всём этом они забыли. Они начали испытывать похоть и плоти, которые они желали, жаждали удовлетворять. Практически, идя по пустыне этого мира, мы тоже испытываем всевозможные искушения и похоти. Кто говорит, что он не испытывает искушения стать идолопоклонником, блудодействовать, роптать, тот просто не видит себя. И здесь же в 10 главе написано, что в 12 стихе «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Кто говорит о том, что он не переживает подобное тому, что переживали израильтяне, идя по пустыне, тот просто не видит себя и не хочет соглашаться с той истиной, что он тоже окружён всевозможными искушениями. Но Господь снабдил нас возможностью побеждать любое искушение, любую злую похоть. В 13 стихе написано «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести». У нас есть возможность, у нас есть сила, в нас действует закон Духа Жизни во Христе, который может победить любую злую похоть. Вопрос в том, хотим ли мы это побеждать или нет. Мы можем даже и не устоять, и впасть в какое-то искушение. Но это ещё не конец. В своей жизни христианской мы совершаем немало разных ошибок. Конечно, все они будут иметь какое-то последствие, потому что в нашей жизни действует закон сеяния и жатвы. То, что мы сеем, то и мы и пожнём. Но среди множества наших ошибок, среди множества наших неточностей, есть одна ошибка, которая может стоить нам потери вечности с Богом. Это недооценка Господа. Это постепенное остывание в любви к Нему. И самое главное, это ошибка в том, что мы такое состояние уже принимаем за норму. Как в Откровении в третьей главе написано, «Ты говоришь, что богат, разбогателый, ни в чём не имеешь нужду, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, инак». То есть, соединяясь с каким-то искушением, человек постепенно привыкает к этому и считает это уже нормой. И вот тогда это начало конца. Из Египта вышли верующие, а написано, что они не смогли войти в Ханан из-за неверия, а их кости пали в пустыне, уже как кости неверующих людей. Очень опасно, идя по пути следования за Христом, постепенно перестать ценить то, что Он совершил в нашей жизни, перестать влюбляться в Него всё больше и больше. Вообще в Библии есть мысли о том, что нету какой-то промежуточной позиции, какого-то промежуточного положения. Там есть ад и рай, дьявол и Бог. И так же и здесь. Да, мы вышли уже из Египта, мы вышли из своей прошлой греховной жизни, но мы должны постоянно возрастать в познании Бога. Мы каждый день, новый, должны любить Господа нашего Иисуса Христа уже немножко больше, чем мы Его любили вчера. Всё живое растёт. То есть, когда мы считаем, что просто у нас остановка, ну вот не прочитал я Библию сегодня, ну ничего страшного, я просто не успела завтра. Нет, это уже шаг вниз. Это уже шаг в сторону. Или вверх, или вниз. Остановок быть не может. И это очень важная истина, которую мы можем видеть вот в этой главе, где они, видя Божьи чудеса, восхищаясь ими, постепенно, постепенно стали давать место своим злым похотям. И в одном месте, где они получили желаемое, они получили мясо. Помните, Бог им послал столько мяса, что оно, когда они его ели, оно уже выходило у них из ноздрей, из ушей. Но одновременно написано, что он послал язву на душу их. То есть их вера стала разрушаться. Потому что они добились удовлетворения своей злой похоти, но охладели к Богу, ко Христу. То есть они потеряли гораздо больше, чем получили. И так, шаг за шагом, они и пришли к своему неверию. Это ужасный путь отступления, который приводит к погибели. То есть апостол Павел, мне кажется, хочет в нас вложить такую мысль. Не бойтесь, даже если вы потерпели поражение, если вы соединились с искушением. Бойтесь не осудить себя. Бойтесь оставить это без последствий. Бойтесь снисходительно относиться к себе. Господь говорит нам, снисходя другим, а себя судить строго надо. А израильтяне делали наоборот. Они снисходили к своим злым похотям, а других судили, и Бога тоже начали судить за то, что Он их лишил мнимых благ, которые они якобы имели в Египте. В 11 стихе написано, все это происходило с ними как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних веков. Поэтому эта драгоценная глава напоминает нам о том, что мы еще не вошли в небесный Ханаан. И враг душ человеческих ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. У нас есть все, абсолютно все потребное для того, чтобы мы вошли в этот небесный Ханаан. Есть все для того, чтобы мы сохранили эту драгоценную веру. Но мы не роботы, и Бог хочет проявления нашей веры в нашей полной покорности Ему, в доверии Ему. Это то, чего не захотели делать израильтяне. И в Псалме 35, который я сегодня читаю, есть замечательные строки. Там написано, Господи, продли милость Твою к знающим Тебя и правду Твою к правым сердцам. Мы уже знаем Бога, мы дети Его. Бог называет нас праведными во Христе. Но мудрый Давид молится, Господи, продли Твою милость к нам. Продли Твою милость, потому что, возможно, многим из нас нужно что-то еще поправить. Нужно еще успеть влюбиться в Господа, прилепиться к Нему настолько, что нас уже не сдвинет дьявол не спит. Он сети плетет, он злится. Мой брат и сестра, кто в вере упал, не бойся. Вернись ко Христу, живою водой омойся. Бог верен тому, кто сердцем Ему послушен. Споткнулся? Вставай и Господа только слушай. Раскайся в грехе, себя осуди всем сердцем. В падении своем на Бога людей не сетуй. Поднимет Христос, тебя доведет до неба. Ты в этом пути Ему доверяй, где б не был. Вставай и иди. Иисуса держись покрепче. Христа возлюби и путь не ищи полегче. Ты слаб, ты устал, но сила твоя у Бога. Терпи и люби, осталось идти немного. Аминь.